здравствуйте дамы и господа я рад приветствовать вас на сегодняшней встрече еще одна весенняя встреча на которой я вам расскажу о новой прорывной технологии которая приближает будущее точнее это будущее уже становится настоящим но поскольку есть понимание что самый важный ресурс человека это время то я бы очень хотел сэкономить ваше время чтобы оно пошло вам действительно на пользу и принес это время принесло вам радость и здоровье счастье благополучие и изобилие поэтому пожалуйста обратите внимание на эти основные побуждающие факты если хотя бы один из этих факторов вам идет вам нравится вам откликается то вы потратите время не зря прослушав сегодняшнюю презентацию поэтому если вас интересует дополнительный доход финансовая независимость либо собственный бизнес больше свободного времени личностный рост либо помощь другим или новые знакомства либо может вы хотите уйти с нелюбимой работы либо задумываетесь о будущем об оставлении наследства либо о будущем всей планеты так скажем всех 12 миллионов видов живых организмов на нашей прекрасной планете в нашем прекрасном доме так вот если хотя бы один из этих пунктов вам откликается то добро пожаловать устраивайтесь пожалуйста поудобней чай водичка кофе и узнаете сегодня очень много нового для тех у кого будет мало времени либо для тех кто хочет поделиться со своими близкими этой информации ближайшие пять презентации по технологии на русском языке будут проведены вот начиная с завтрашнего дня тридцать первого ноль третьего я буду проводить 12 часов по москве и следующий месяц шесть презентаций владислав волков 6 во вторник дальше я артем курбанов 13 и 14 вторник среда в 7 и 12 часов потом во вторник владислав волков 20 апреля и 27 28 апреля в 19 и соответственно в 12 часов с удовольствием порадуем вас и ваших партнеров ваших друзей и знакомых и родственников полезнейшей информации о развитии благополучном развитии закрывающие технологии масштаба всей планеты которая действительно изменит тот мир который мы видим сейчас вокруг нас и мы успешно это доказывает а теперь пойдем поподробнее меня зовут артем курбанов и я из города да у вас из латвии провинциальный городок здесь в данный момент наверное меньше ста тысяч но мультинациональный и мульти религиозный много людей много нации люди дружные и всю жизнь хотелось сделать мир лучше и старались сделать этот мир лучше вырастая из своего города потом из страны и сейчас я нашел наверное один из самых мощнейших проектов по своему влиянию на всю планету и желание делать мир лучше здесь может реализоваться у каждого как реализовался у меня и в 2016 году я познакомился с данным проектом с данной технологией в 2017 году я уже начал глубже изучать потому что понял очень интересный ученый так много изобретений это лишь та технология которую я вам сегодня расскажу это лишь маленькая частичка первый как однажды сказал анатолий эдуардович самый земной самый понятный проект который мы сейчас запускаем уже на 14 из 15 этапов развития а в 2018 году когда я понял что находится передо мной какие люди работают вместе и что они воплощают я целиком и полностью посвятил себя деятельности для развития и укрепления данной технологии потому что ей нужно только встать на ноги закончить 15 этапов развития и мы начнем строится по всей планете а теперь перейдем к нашему миру почему же эта технология настолько прекрасна и настолько необходима наши города почти восемь миллиардов человек и мы живем мы развиваемся мы развиваем нашу индустрию повышаем уровень жизни качество жизни и как-то уживаемся на этой планете нет перенаселения но на нашей планете можно рассматривать как минимум главный уровень это первый уровень то что на поверхности земли и он у нас эта площадь она ограничена там же находится и наше перемещение главное что нас расселяет то что дает нам торговлю дает нам работать и пушит путешествовать наш транспорт одним из которых является морской транспорт речной транспорт любого рода корабли он испокон веков помогает развиваться человечеству но скорость его очень очень низкая и наши грузы могут находиться в пути аж несколько месяцев по водной глади поэтому он полезный вид транспорта для соединения континентов для перевозки грузов и пассажиров но далеко не самый эффективный потому что наши технологии двигаются вперед есть у нас и другие возможности например то что в последнем в пятом технологическом укладе больше всего развилась это авиация вместе с нефтепромышленностью уже достаточно безопасный вид транспорта потому что его очень серьезно тестируют наверное не более 500 случаев смертельных за год но как много времени и средств мы теряем при подобном передвижении вопрос номер один а если задуматься более глобально что более важно как много наша планета теряет ресурсов и как много кислорода чистого воздуха сжигается чтобы так много аэропортов с их миллионами наверное самолетов могли эта индустрия чтобы она могла двигаться мы теряем огромное количество времени действительно и несем огромные потери по нашей экологии есть и другие варианты например железная дорога артерии которые последних 200 лет давали возможность огромного скачка огромного ускорения развития технологий передвижений вообще роста и населения и качества его жизни но если сейчас посмотреть достаточно взвесить то средняя скорость железнодорожного транспорта 15 километров в секунду с учетом погрузки и разгрузки поэтому мы не можем полагаться при всех потребностях 8 миллиардов на подобный вид транспорта даже в купе с другими отраслями транспортными он не будет сильно эффективен дороги самый наверное распространенный вид транспорта который дает нам возможность путешествовать практически куда угодно и автотранспорт более пяти площадей великобритании закатана под асфальт это как раз те самые дороги автострады вся эта земля почва она мертва она не дышит не дает кислорода не дает плодов и это все находится на первом уровне сейчас мы поговорим об этом более подробно потому что мне важно описать и донести до каждого человека который решил узнать чуть больше об этом что это касается каждого и самое интересное что каждый сейчас может влиять на это потому что нас 8 миллиардов человек которые связаны новейшими технологиями мы звоним за секунду звоним по видеосвязи с другим континентом можем разговаривать деньги пересылаем за секунды делаем очень много быстро но передвигаться стали медленно и более того некоторые виды транспорта стали очень опасны для самого человека и даже губительны то есть перестали быть полезными а появляется очень много проблем а все наши города наши города которые развивались постепенно параллельно со скоростью транспорта потому что чем больше скорость транспорта тем больше можно преодолеть за день так скажем увеличивается таком изначально были какие-то повозки больше для груза перевозок и города были километр шириной начали изобретать более удобные технологии города начали расширяться появились двигатели внутреннего сгорания города еще больше потому что на транспорте можно было быстрее на добраться то есть он был разумен продуктивен город по отношению к транспорту но сейчас посмотрите это не похоже даже на место для жизни людей потому что как-то природная более округлые формы зелень свежий воздух а это похоже на старую запыленную микросхему где нет зелени где нет живого где нет биологии а это наши города это наши города которые мы очень-очень успешно съезжаемся урбанизация охватила весь мир для того чтобы каждый человек мог больше успеть для того чтобы все его интересы и потребности были ближе к нему внутри большого мегаполиса например и мы уже даже не замечаем как наши города не справляются территория первого уровня не справляется и жизни биологической зелени растений цветов деревьев их там не хватает а это напрямую связано с нашим здоровьем у нас иногда даже бывает желание что мы хотим к озеру либо к реке либо в лес куда-то в деревню поближе к природе потому что в городе только техногенные вибрации вибрации которые как скажем квадратичные как дважды два угловатые а природа она же другая и когда мы находимся на природе когда мы ближе к ней ближе к чистому воздуху наши вибрационные вибрация каждой клетки сонастраивается с биологической это доказанные исследования и действительно можно принаблюдать что намного лучше себя чувствуешь какое-то время находясь на природе мы конечно видим что строят достаточно разумно чтобы было и зеленые участки и разумная дорога построена и как-то более разумное передвижение с меньшей потери времени с более лучшими парковками но в большинстве своем мы все равно будем видеть дороги которые дороги и города которые не очень подходят не очень подходит для жизни но это можно изменить я надеюсь вы каждый понимает что это касается каждого в данный момент в 21 веке при том что мы настолько близко находимся друг другу и действительно мы можем это изменить мы можем поменять всю ситуацию мировую с помощью объединений объединений с единомышленниками еще одно доказательство что транспорты первого уровня не справляются слева на фотографии 40 полос китай которые идут на сужение справа индия индонезия где нет возможности вообще построить культуру движения какие-то определенные дороги какую-то разметку и знаки людей передвигаются так как могут и причем справляются представьте как изменилась наша жизнь когда-то этот транспорт был эффективен и быстро доносил нас до места еще сто лет назад а сейчас нас так много скажем в лос-анджелесе я помню что по статистике было 20 миллионов человек и 20 миллионов машин то есть у каждого человека есть как минимум по машине поскольку у кого-то нету значит у некоторых по ветри и это все действительно полностью окружают тебя то есть везде где бы ты ни был огромные сотни и тысячи машин и место заканчивается мы видим это по нашим любимым городам по нашим столицам да даже уже в провинциях мы видим как в городах там где сто тысяч человек бывают пробки хотя сейчас делается все по например у нас по евро стандартам делаются подобные кольца то есть думают как разумно использовать пространство и чтобы автотранспорт работал хорошо но мы видим что не справляется существующая логистика существующий транспорт при данном количестве людей во первых очень сильно вредит всему миру и экологии во вторых просто перестала быть настолько полезным насколько могла бы и и эта сфера требует качественного изменения урбанизация происходит повсюду потому что можно больше зарабатывать городах быстрее успевать но то же самое мы кроме как приобретаем также и теряем потому что нужно жить в бетонных коробках вокруг нет зелени нечем дышать нет цветов постоянный шум города постоянная техногенная вибрация и ничего с этим как бы нельзя сделать с одной стороны но когда смотришь на такую картинку понимаешь надо с этим что-то сделать не хочется жить в домах где из дома ты видишь только балкон другого дома где нету ни света не не зелень и это тоже можно изменить как это изменить изменить скорость транспорта ведь если бы мы жили за городом и у нас был транспорт со скоростью скажем 500 километров в час то мы без проблем нам нет смысла находиться все время в городе мы можем очень быстро добираться до города сделать свои дела и возвращаться в свой любимый дом поближе к природе поближе к свежему воздуху к проближе к простору и к чистому небу да и урбанизация сейчас стала не такой качественной из-за того смысле качественной не настолько привлекательны потому что из-за того что большой спрос на квадратный метр он становится дороже а значит становится дороже и наши продукты которые мы покупаем магазине и те вещи которые мы покупаем в магазинах потому что аренда очень высокая на эти магазины и чем дальше тем больше когда мы были в лос-анджелесе квартира в месяц стоила 2400 долларов в месяц то есть есть разница городов где меньше населения меньше так скажем общее развитие города и там где больше разница действительно чувствуется так же как и чувствуется что как мясорубка город начинает работать потому что он перестает быть для человека он начинает быть для индустрии для машин как например здесь людей и пешеходов выносят куда-то куда-то высоко под землю так чтобы это было безопасно и не мешало но это мешает пешеходам хотя изначально города для того чтобы жили люди они для того чтобы ездил транспорт куда настолько не выносит но тем не менее города все равно будут пытаться по старой логике модернизироваться ничего не сделать если городу нужна новая пропускная способность так думают правители городов по всей видимости потому что не смотрят в новые альтернативные виды транспорта в новые транспортные отрасли которые по всем характеристикам превышают улучшают возможности транспорта в данном регионе смотрите здесь необходимо новый пропускной поток и невзирая на все проблемы они просто берут и строят второй уровень дороги но если вы присмотритесь первых четыре этажа жилых квартир эти люди никогда не увидят прямого солнечного цвет света тем не менее городу необходимо такое изменение и мы повсюду видим и с увеличением людей на планете количество людей количество населения планеты мы будем видеть еще больше как наши города разрываются разрываются и стоят стоят потому что тяжело двигаться подобно города белая и красная змея я находился и и в одной и в другой это лос-анджелес если ты неправильно выехал в неправильное направлении в неправильное время ты можешь потерять 3-4 часа своего времени просто находясь в машине в жаре где вокруг тебя очень очень много машин дымят абсолютно неприятная вещь но это крупногабаритные города и это не только там и там где 10 и 15 миллионов даже там где два три миллиона города они очень очень сильно страдают из-за несовершенства транспорта по отношению именно к такому количеству населения планеты если бы нас было 4 5 миллиардов было бы все хорошо в данном случае уже нехорошо и это действительно необходимо поменять варианты разные можно волосить на кровь и водить дороги на крышу что очень неразумно большие затраты и неудобная жизнь хотя какой неудобной жизни я говорю глядя на это фото потому что я уверен что здесь людям и действительно неудобно жить но все можно изменить если приложить достаточно знаний и то количество и качество технологий которые есть 21 веке например и подумать о логистике у нас главная проблема то что первый уровень ограничен то есть первый уровень как бы по идее должен был бы принадлежать живому флоре фауна фауне и человеку нам этот первый уровень необходимо как-то разгрузить давайте посмотрим что можно сделать например в данной логике 200 машин точнее 177 7 машин и 200 человек очень много почти три квартала пространства но без машина не занимают не так много места и получается что можно сам автотранспорт занимает много места и можно уменьшить это если дать немножко другого рода транспорт например как в европе автобусы электроавтобусы то есть на можно сказать чистой энергии хотя неизвестно откуда взяли энергию эти электроавтобусы но они действительно хорошо работают хорошо выполняют свои функции и тех же 200 человек вмещаются в три автобуса посмотрите как много пространства мы освободили на первом уровне то есть нет утраты времени нету затора нету лишних выхлопных газов нету потери топлива нету какого-то ожидания времени всего лишь немножко изменить логистику и правильно запустить эти три автобуса но также можно воспользоваться и одним легким транспортом легким поездом как предлагает например анатолий эдуардович и низкий но опять же это для городов с большой с высокой пропускной способностью так как на сайте skyway.capital выставлялось несколько статей насчет логистики прямо можно писать skyway.capital логистика струнного транспорта где анатолий эдуардович описывает как он изобрел более разумную логистику для так скажем других частей города но главная логистика может распространяться на городские и междугородние перевозки главная задача когда вы приходите на станцию вы на станции например на либо на телефоне на смартфоне либо на самой станции набираете вам нужно например на определенную остановку который через 15 километров от вас и те люди которые вместе с вами тоже нажали на эту остановку именно к вам по вашему запросу на вашу остановку придет транспорт вы садитесь в этот транспорт и едете без остановок до самой своей остановки то есть вы разгоняетесь один раз тормозите один раз и с высокой скоростью и максимальной безопасностью и экологичностью достигаете точки своего назначения при том что это будет еще и достаточно быстро об этом то есть это немножко другая уже логистика очень рекомендую потому что представьте ты только села в том это как почти как личный транспорт ты сел и выходишь именно на своей остановке никого не ждешь ни с кем не толкаешься прям фантастика фантастика которую мы уже воплощаем в реальность вернемся к некоторым странам есть страны которые могут себе позволить транспорты разного рода транспорта но это одна из самых дорогостоящих отраслей и самая коррумпированная в мире в некоторые страны не могут позволить себе создать действительно хорошие транспортную инфраструктуру у них нет общего транспорта у них нет общих дорог и они передвигаются так как приходится есть что-то похожее на артерии но они выглядят абсолютно по-другому и эти некоторые страны с более слабой экономики вообще не могут позволить себе никакие виды транспорта хотя он очень они очень необходимы например такие страны как индия либо индонезия люди рискуют жизнью тем не менее их задачи по развитию жизни учебе работе туда куда им нужно добраться более важны чем безопасность и людям приходится рисковать так вот даже такие страны смогут позволить себе инновационные струнные технологии потому что они используют минимальное количество ресурсов планеты они максимально быстро возводятся и будут служить без капитального ремонта до 100 лет поэтому это действительно отличная возможность при развитии для всей планеты особенно если понимать насколько например только автомобильный транспорт то есть транспорты первого уровня только автомобильный транспорт забирает полтора миллиона жизней в год и около 10 миллионов сделает инвалидами то есть представьте за ближайших сто лет какое влияние мы сделаем если разгрузим транспортную отрасль первого уровня вопрос открытый вы увидите насколько это возможно сделать насколько это делается и еще одно направление грузоперевозки которые тоже не всегда безопасные не всегда выгодные к сожалению много 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 мы получаем товаров от портов которые сейчас показывают не самую лучшую тенденцию очень дорого перевозить очень дорого проставить я еще на днях случился случилась ситуация в котором одна одно судно села на мель и создала невероятную пробку это лишь та часть которая я успел так скажем смог захватить представьте сейчас покажу покрупнее такое количество судов и они все в одной плоскости если скажем у самолетов было бы что-то подобное там они хотя бы могли как-то разъехаться а тут одна плоскость и причем разворачиваться сильно тоже так не развернешься когда у тебя не знаю 500 тонной корабль к сожалению наши транспорты не справляются с теми потребностями которые возложены на этот транспорт для восьми миллиардов человек поэтому чтобы не было таких вот странных вещей происходящих нам необходимо модернизировать и что очень хорошо одна из технологий точнее и из решений в технологии струнной это порты порты которые строятся на шельфе моря для которой не нужно делать огромные изменения ландшафта на самом берегу а это будет происходить до и будет очень разумная разгрузка и погрузка грузов на юниконты которые мы сейчас успешно испытываем уже в объединенных арабских эмиратах и это сможет очень серьезно повысить и эффективность и прибыльность а облегчить эту ситуацию ну и конечно эти порты бы устроиться гораздо легче представьте как много нужно средств чтобы изменить ландшафт приморский либо ну чтобы туда могли заезжать за заплывать корабли так скажем по глубине либо они просто подплывают там где уже все готово просто сделать саму базу очень интересные технологии юницкого подытожим первых две главнейших проблемы перегрузка транспортных путей вы поняли что транспортные сети они перестали быть нам полезны и даже стали вредны то есть это очень очень важно и понятно что нужно это менять отсутствие безопасности страдает флора страдает фауна страдает человек страдают наши дети страдают наши легкие от того чем мы дышим где мы ходим и насколько это безопасно эти две первые проблемы можно решить причем решаются они не так уж и сложно на данный момент если рассматривать ту технологию которую мы успешно презентуем наши дороги 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 мы строим повсюду это дало огромное развитие огромное развитие для торговли передача знаний мы освоили почти всю планету есть не так много мест куда нам тяжело действительно добраться но в концепции существующих видов транспорта но природа имеет собственное представление собственную жизнь и заносит наши дороги бархамами сметает заносит снегом ломает болотами что только не происходит но человек не устанет он движется вперед умеет ставить задачи и не замечает какие последствия оставляя за собой подумайте до появления человека на планете земля не существовало мусора вообще вообще не не существовало все само собой перерабатывать а сейчас случилось так что у нас есть мусор или что-то отравляющие до такой степени что прям это но только прям в космос выкидывать а здесь на планете никак это не уничтожить так вот люди все больше и больше начинают задумываться о том какое влияние они ведут не то что они создают а даже просто что они поддерживают например мы не сортируем мусор мы делаем одну вещь мы используем постоянно новые пластиковые пакеты например тоже делаем свой вред какой-то разбрасываем мусор не собираем например свой вред и сейчас люди все на планете очень многие становятся все более осознанно не начинают задумываться и понимать что все начинается себя было бы хорошо сказать миллиардам людей делайте так но по факту чтобы кто-то начал так делать нужно подать пример нужно начать самому поступать иначе и мы видим во что превращается наш мир над некоторыми городами не видно солнца над некоторыми участками городов жилыми невозможно дышать из-за запаха и вот такое голубое небо не хочется видеть не над своей головой не над головой близких любимых наших будущих детей поэтому мы сегодня находимся здесь и я с удовольствием рассказываю вам от тех прорывных прорывных успехах классных инженеров действительно людей с мировым именем которые хотят изменить это в лучшую сторону и у которых действительно есть предложение и готовые решения можно конечно по чуть-чуть меняться ну или кто-то может сказать что много делается для экологии для экологии начали делать но по сравнению с тем какая тенденция то есть вредоносная ситуация которая сейчас есть вот то что к ней привело она еще продолжает влиять поэтому если мы чуть-чуть добавим возобновляемой энергии но продолжим 90 процентов 9 из 10 например энергии получать при сжигании топлива либо какой-то атомной энергии то да у нас будут электрокары без двигателей внутреннего сгорания но они будут топиться все равно нашей древесины углем либо чем-то другим то есть локальное изменение не изменит всей ситуации для нашей планеты потому что и и и нефти промышленность завела достаточно в непростой достаточно уже глубокий тупик но есть возможность нужно лишь осознать что вся планета земля это наш общий дом общий дом где семья 8 миллиардов человек один вид один вид представьте 8 миллиардов человек это один вид из 12 миллионов видов живых организмов на планете и нам нужно понять что мы все ответственны за том что происходит на этом голубом шаре на этом прекрасном раю потому что здесь есть раз и райские места из любого места практически можно сделать то что похоже в наших представлениях на рай может мы уже живем в раю просто слегка его простите за выражение загадили это не конкретно кому-то обращение но это к человеческой в общем частью которого мы являемся и мы влияем на наших близких на наших друзей они дальше поэтому спасибо большое вам что вы смотрите сейчас и осознаете вместе со мной что мы находимся в по центру комнаты у нас с одной стороны атомные станции с другой стороны вредоносный транспорт с третьей стороны производства техногенная вредоносная сфера а мы находимся в центре комнаты этой и пытаемся выжить так вот для того чтобы выжить нам нужно вот это самое вредоносное из нашего дома из биосферы вынести либо заменить на экологические технологии либо вынести за орбиту то есть ближний космос либо в дальний космос то есть там где не существует понятие экология чтобы там использовать наши не совсем полезные не экологические технологии а на земле оставить только экологические работать в космосе так скажем дома жить поэтому третья одна из важных проблем это загрязнение окружающей среды и опять же дамы и господа это касается каждого как и хорошая новость это теперь каждый может изменить каждый может повлиять на изменение этого еще одна важная деталь важный пункт мы работаем на чистой энергии на возобновляемых источниках энергии ветрогенерация солнечные батареи и геотермальная энергия и работая на чистой энергии если топливо электроэнергию перевести эквивалентно жидкому нашему топливу то получится в 15 раз выгодней в 15 на 1 экономичный что самого не просто выгоднее а экономичный что дает очень мы бережнее относимся к планете тем что сохраняемые ресурсы оставляем больше возможностей для будущего и это каждый из видов транспорта анатолия эдуардовича действительно на самых божественных но вот прям потолочных характеристиках он действительно взял транспорт и сделал из транспорта самые высокие показатели которые только были необходимы для передвижения грузов и пассажиров и одна из вещей который он довел до идеала и вы увидите что это гений инженерные мысли аэродинамика примере перемещение из точки а в точку б одна из важнейших вещей на что уходит энергия проверив все юницкий понял что энергия вся уходит на разгон на сопротивление на разрушение окружающей среды на торможение здесь получается чтобы перейти из точки а в точку б главным образом энергия уходит на сопротивление и разрушение окружающей среды потому что мы находимся внутри транспорта мы как бы не двигаемся по отношению к нему так вот самое главное это воздух воздух при скорости 60 километров в час 30 процентов энергии которую вырабатывает наш двигатель мы потратим на сопротивление воздуху и на силу трения а при скорости 300 километров в час 90 процентов всей энергии мы потратим на сопротивление воздуху получается что как вы видите сейчас на картинке спереди мы сталкиваемся с воздухом и как бы должны его разрезать раздвинуть чтобы продвинуться дальше снизу попадает воздух под машину на сплошном уровне на сплошной дороге и там создается экранный эффект который тоже притягивает и тормозит машину а сзади турбулентность закрутка воздуха то есть мы были здесь передвинулись сюда сюда еще какое-то время будет засасываться воздух чтобы после нас это вот воздушная яма там где нас нет сейчас туда должно компенсироваться давление воздуха так вот она нас тоже тянет из-за не совсем идеальной формы так что сделал юницкий то есть это главные затрата это тут главный расход тут показатель какой мощности должен быть двигатель потому что это главные так скажем проблемы с которыми сталкиваются транспорты первого уровня на поверхности земли что сделал юницкий первое вынес транспорт на второй уровень об этом мы поговорим чуть позже дав возможность передвигаться и по прямой дороге где угодно тем что мы вылезаем на второй уровень и освобождаем всю поверхность земли для флоры фауны и человека следующие два мы делаем абсолютно другой нос то есть аэродинамика данного транспортного средства превосходит bugatti veeron одной из самых быстрых гоночных машин в мире 16 половиной раз такова разница их показатели их аэродинамики из-за того что кроме того что мы на втором уровне у нас еще нету сплошного полотна обе рельсовые рельсы находятся между ними просвет нету сплошного полотна и получается воздух проходит спокойно нету экранного эффекта мы не тратим на этой игры энергию спереди мы как нож горячий масло разрезаем воздух который идет с каждой стороны транспортного средства и не тратим такое количество энергии на сопротивление воздуху и позади есть такое же но с такое же окончание так скажем не как обрубленная машина например как у тяжелых грузовиков здесь воздух спокойно сходит с этого конуса и тоже получается нас не тормозит из-за этого получается огромная экономия огромная выгода максимальный эффект от изобретения подобного рода аэродинамических показателей по показателей вот пример в цифрах 14 человек микроавтобус 14 человек 100 километров проезжая со скоростью 100 километров в час и затрачивают примерно полтора литра топлива электричество эквивалент топлива представьте это же прекрасно либо берем другую ситуацию машина только в ней не 5 человек как у нас а 6 человек не один багажник а два очень вместительных багажника в начале и в конце 100 километров преодолевают за пять с половиной литров топлива скажете да но у меня может машина тоже так на 100 километров только абсолютно безопасно максимально экологически чисто и со скоростью 500 километров в час такие показатели нам дают струнные транспортные технологии новые технологии экологические для проживания совместно с живым миром поэтому четвертая проблема большой расход энергии ее увидели ее взяли ее проработали и нашли выходы что можно сделать и с ней много кто делал совершенствования за последние 150 200 лет но мы во многом увеличили свою скорость и качество а во многом все многое осталось без изменений внешне изменились транспортные средства были попытки поставить их на другой уровень как например вот здесь но дорога оказалась очень тяжелая очень дорогостоящая неразумно для использования и строительства и земля землеотвод под этой трассой он не приспособлен для того чтобы на нем двигаться небезопасно земля под старой логикой потому что по факту это транс это трамвай трамвай только с колесами наверху давайте рассмотрим если нам нужно передвижение с точки а в точку б то есть почему попытки были но не было достижения нужного не было того уникального решения если мы хотим построить трассу из нового города в другой так чтобы она работала и перевозила пассажиров и грузов чтобы она была эффективна по существующим технологиям нам необходимо из точки а в точку б ровную ровную линию желательно в зависимости от нашего от нашей территории все это сравнять всю флору фауну сделать абсолютно ровный не в зависимости от того что на что это повлияет потому что как мы видим частенько там где построены трассы с одной стороны заболоченные местности с другой стороны полная засуха иммиграция животных нарушена очень много последствий и причем бредоносных после этого в 10 слоев по разным технологиям нам нужно выложить этот эту трассу на земле чтобы она прослужила долго это очень дорого и очень затратно затратно по ресурсам и конечно же по времени и только после этого можем поставить на поток транспорт который будет абсолютно прямой дороги которую достаточно часто будет необходимо будет ремонтировать сможем пустить транспорт так выглядит достаточно просто а вот так это выглядит в реальности просто всмотритесь пожалуйста представьте сколько времени и топлива нужно этому трактору чтобы сделать такую работу такую работу либо как много нужно энергии сил времени чтобы взорвать скальную породу и прям в ней провести положить железнодорожный путь это огромные затраты и этим до сих пор занимаются при том что уже очень сильно развиваются другие альтернативы гораздо разумнее по всем показателям нужно лишь только присмотреться поэтому мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль которая по потенциалу не уступает таким отраслям как авиационная железнодорожная или автодорожная это слова генерального конструктора униска и string technologies анатолия юниского под так скажем торговой маркой skyway это новый струнный транспорт инновационный транспорт нового поколения абсолютно экологично абсолютно безопасно превосходящий все другие транспортные отрасли по всем показателям в данный момент быстрее только единственное быстрее нас самолета но при всех других показателях если сравнить авиация никак не устоит перед струнными технологиями и всеми возможностями которыми со который создал для нас анатолий эдуардович уницкий это уже реальные фото дамы и господа которые вы видите реальные фото из белоруссии из экотехнопарка из места из полигона на котором испытывают демонстрируют и сертифицируют данную технологию для того чтобы можно было ее по всей бюрократии по всем бумажкам по всем законодательствам и гостам строить ее по всей планете фантастическая технология которую еще пять лет назад когда я первый раз услышал я не представлял что можно будет действительно передвигаться по струнам мне казалось что наверное все таки физически как-то не выдержит хотя у меня есть и строительное образование и сварщик но как-то даже при всех тех знаний которые у меня были я думаю ну интересно надо по изучать подольше но как же все таки поедет выдержит ли струны для того чтобы ездил ехал по ним транспорт а оказалось потом когда начал изучать что десятикратный запас прочности у данных струн то есть получается то что мы выносим транспорт на второй уровень делает его не менее безопасным а более безопасным как говорит анатолий эдуардович более чем в две тысячи раз струнные транспортные технологии безопаснее чем автотранспорт первого уровня и мы оберегаем все живое и флору и фауны и человека освобождая планету первый уровень живую землю для флоры фауны и человека новая система противосходная система электромоторы и мотор колеса которые есть уже слитные есть уже и раздельные для более тяжелых передвижений и это уже не только в разработках или в чертежах нет это в реальности потому что на самом деле вся технология технология проста тяжела в исполнении но сама она проста как говорит анатолий эдуардович это уроки физики за седьмой класс чтобы понять как все строится по факту точка а источки и точка б их необходимо соединить чтобы всю плоскость наш первый уровень ничего с ним не делать мы просто выносим на определенную высоту по отношению например к морю и не изменяя ландшафт натягиваем струны прикрепляем их к земной коре и все напряжение идет на земную кору земной коре абсолютно ничего потому что мизерное напряжение для нее а мы имеем ровную прямую стройную очень экономичную дорогу прямую дорогу по которой могут передвигаться и грузы и пассажиры как оказалось просто и это гораздо экономичнее это можно быстро построить это можно строить где угодно действительно 7 класс так вот технологии конечно если углубляться чуть серьезней но все достаточно просто потому что это пучки струн у металла есть четыре главных свойства это когда его сдавливаем когда его скручиваем когда его сгибаем и когда его растягиваем так вот юницкий взял и взял за основу один из этих четырех и взял так скажем максимальную пользу из этих свойств растяжение предварительно натянутые струны которые становятся прямой дорогой пучки струн предварительно натянутые помещенные в корпус рельса и в специальный наполнитель бетон который фиксирует струны упрочняет стенки консервирует и поглощает шум от данной трассы не больше 75 децибел шума то есть это обычный разговор все это в корпусе рельса и головка рельса стальная ну либо определенного сплава но и дальше стальное колесу передвигается колесо передвигается по стальному рельсу то есть это передвижение самым высоким коэффициентом полезного действия есть даже специальная наука прошу прощения но не скажу как она называется который изучает конкретно момент как что-то можно сказать что-то круглое катится по прямому и там и оттуда мы знаем что самый высокий кпд это стальное колесо по стальному рельсу что мы будем делать что мы уже и делаем и сейчас перед вами три вида трасс всего их уже около 10 разных видов трасс под разное назначение под маленькие города разные груз пассажиропоток разный грузовой поток для отдельных транспортных средств для поездов и состыковочных так скажем для всего из этого есть свое направление и своя разработка юнистский в этом плане сделал очень хорошую технологию тем что она может легко изменяться конкретно под нужды человека либо под нужды региона так вы видите полу жесткую ферму точнее полу жесткий путь наверху для среднего говорить габарита более тяжелая берельсовая ферма где двойная и там может быть как подвесной транспорт так и навесной транспорт плюс внутри еще может проходить электричество как инфраструктура и информация интернет то есть сразу три инфраструктуры вместе то есть куда построили ферму берельсовая которая по центру вас находится там сразу есть все для жизни человека электричество интернет связь и транспорт все все есть причем транспорт скоростной можно доставить все что угодно очень быстро но и одна из самых любимых нижняя это легкая провисающая я катался на ней чуть более года назад точнее это легкая легкая трасса потрясающее ощущение потому что ты летишь ты летишь над парком летишь над деревьями прекрасное ощущение очень тихо потрясающий вид и ты понимаешь что ты ничему не вредишь и передвигай перемещаешься очень экономично и экологично действительно классное ощущение особенно когда ты понимаешь что ты приложил к этому руку вот та вот линия по которой едет юнибус линия в небе вот именно на ней я прокатился даже дважды у меня получилось действительно работающий транспорт который представьте уже сейчас на 14 этапе 400 метров между промежуточными опорами 400 метров любого ландшафта это могут быть дома реки озера везде не нужна дорога а транспорт может идти сверху без шума не мешая не загну то есть мы понимаем что данная линия никак не ухудшит видимости при том что в будущем она сможет еще и электричество нам передавать уберутся те громоздкие паутины и человечки так скажем которые которым прицеплено очень много проводов расходящихся в разные стороны данный транспорт уже в железе работ каждый год показывается чего достигла компания и технология за год более семь трасс уже в белоруссии в экотехнопарке несколько трасс в объединенных арабских эмиратах все это бурлит развивается и доходит до потрясающего масштаба потому что уже более 10 видов транспорта реализованы в железе вы реализованы испытываются демонстрируются некоторые даже уже сертифицированы а мы продолжаем движение потому что всего весь это весь проект так скажем разбить на задачи и все эти задачи разбиты на 15 этапов на каждый этап необходимо свое финансирование и выполнение каких-то задач чтобы перейти дальше а после языка окончания пятнадцатого компания становится полностью автономный и уже никто никто не нужен ничто не нужно она выходит на самое финансирование и может уже спокойно выполнять заказы по всей планете и получая прибыль так скажем развиваться делиться дивидендами и двигаться в заполнении так скажем 25 миллионами километрами дорог в 21 веке потому что мы действительно перестроим всю транспортную инфраструктуру сначала придем на помощь существующей а потом перестроим ее создав огромную сеть транснет где мы можем передвигаться безопасно и экологично по всей планете и это будет гораздо эффективнее чем даже сейчас на самолетах и намного намного безопасней и намного дешевле и всем этим мы обязаны гениальному ученому анатолию эту ардвичу юнисскому леонардо да винчи нашего времени 20 и 21 века за что он кстати получил например в 2018 году в братиславе в словакии премию мира за все его разработки за все разработки эко мира частью которой является наш струнные технологии то есть струнные технологии весь проект в котором мы на 14 из 15 этапов это лишь маленькая часть всех его разработок которые уже по достоинству оценены разными влиятельными учеными и просто влиятельными людьми нашего мира но пока движение еще идет хотя я думаю что после данной премии уже и нобелевская премия не за горами но это мы увидим в будущем а пока он попал в энциклопедию 100 выдающихся лидеров россии лидеры нашего тысячелетия потому что он сделал более 200 изобретений более 20 монографий несколько грантов он человек который отдал всего себя науке инженерии конструкторской деятельности как сделать мир лучше как сделать так чтобы жизнь жила и процветала и чтобы тот мир который построен техногенной сфере вредоносная техногенная сфера чтобы она не погубила нас потому что еще 40 лет назад он как футуролог видел и тенденции и понимал что осталось 75 поколений до точки невозврата когда мы нашу планету настолько расшатаем ее позицию что мы не сможем уже вернуть ее назад не сможем сделать так чтобы она снова была раем поэтому стоит задуматься сегодня как сделать так чтобы наш дом остался нашим домом он уже тогда после 60-го года понимал какие проблемы есть и какие будут в ближайшее время с учетом тенденции развития человечества новых технологий запланировано устаревание потребительского так скажем нашего общества которое раздувалось он понимал насколько ситуация изменится и поэтому вложил всю свою жизнь в те технологии которых я рассказываю и у него действительно получилось у него получилось создать у него получилось протестировать и по мере возможностей за последних 40 лет он продвигает весь этот эко мир а в последних 20 лет все более успешно он развивал струнный транспорт и сейчас 2021 уже ездит транспорт уже он испытывается часть сертифицирована уже катает людей уже знают о нас во всем мире и на экспо 2021 мы протрубим на всю планету потому что у нас уже действительно есть что показать анатолий эдуардович объехал весь свет одна из множество поездок и одна из стран наших партнеров с которой заключен договор на будущее сотрудничество на девятьсот двадцать два миллиона долларов это индия и низкий анатолий эдуардович был у дай лай лама рассказал о том что он делает показал как это будет работать и был благословлен и он и его технология его линейные эко-города его транспорт и он сам потому что далай лама почувствовал наверное и понял не стали бы просто так делать данные фотографии особенно с таким журналом в данном случае мы видим что есть есть потенциал есть возможность здесь мы видим картинку на его журнале но и четыре года назад до того как я узнал о проекте не еще один ни один транспорт не ездил были только картинки были только чертежи а в данный момент это полноценное транспортное средство десяток полноценных если я ошибаюсь их уже не в железе разработанных более 15 штук транспорт полуандроид который связан со всеми другими транспортами данной сети с каждой промежуточный промежуточные и анкерные опоры как рой как пчелы транспорт который двигается сообщая совместно вместе снижая скорость вместе может видеть какие-то препятствия сообщать другому если есть какие-то неполадки доставить другое транспортное средство если есть какие-то неполадки например если мотор колеса по какой-то причине выйдут из строя и останется только одно, даже одно колесо может доставить транспорт до места. Если ни одно не может, то соседний транспорт может перевести до ближайшего ремонта либо до ближайшей станции. То есть внутри есть искусственный интеллект, заложенный алгоритм, как поступать в той или иной ситуации. И это, дамы и господа, закрывающая технология. Это та технология, которая дает полную свободу человеку. Вы ездите в транспорте, и все время принадлежит вам. Вам не нужно следить за тем, чтобы добраться из точки А до точки Б. Вам нужно просто заниматься своими делами и выйти на нужные вам остановки. Прекрасно. И этот транспорт действительно ездит. Вот здесь, вот в этом положении я уже существовал. Я уже был здесь, катаясь здесь, попробовал это все собственными руками. Большинство транспортов, которые я вам сегодня показал и покажу, я видел сам, щупал их, обнимал, сидел внутри, понимал, насколько они серьезные. Да, это действительно технология электротранспортов. Новых электротранспортов просто в не совсем понятной нам логике. Если вы посмотрите на эти графики, вы увидите, что по всем параметрам Юницкий старался достичь максимальных характеристик. И в данный момент мы это и делаем. Сертифицируем технологию. То есть доказываем, что она соответствует тем характеристикам, которые заявил Юницкий. Ну и, конечно же, Юницкий за время реализации проекта должен выявить много вещей, которые можно получить только в практическом выполнении, то есть где что-то не работает. И сделать своевременные модернизации. Такие модернизации за последние годы были сделаны. Очень-очень важные. И действительно огромные прорывы. Потому что уже, если не ошибаюсь, чуть более четвертого поколения. То есть уже четвертое поколение транспорта пошло. Да, струнного транспорта. Если вы посмотрите, есть альтернативы, ну если так можно сказать, данному транспорту, хотя по характеристикам, но все уступает. Можно посмотреть, да, большинство транспорт сейчас экологически дружелюбное стараются делать, но безопасность самая высокая у нас. Потому что по всем показателям нет перекрестков, не может быть бокового столкновения, не может быть такого столкновения, потому что все транспортные средства связаны между собой и корректируют скорость. То есть безопасность максимально высокая. Построить можно где угодно. То есть практически другие виды транспорта нужна прямая земля, выровненная, причем в некоторых, например, на магнитной левитации даже камушка не должно быть, потому что и может быть огромная авария. А мы можем строить где угодно, не в зависимости от того, что там болото, скала, рядом река, враг, что у нас на пути. Везде можно пройти с помощью данной технологии. Скорость передвижения Юницкого, передвижение в фар-вакууме, в разреженной среде до 1250 км в час. Это его технология. Опять же, мы закончим данный 15 этап, подтвердим скорость 500 км в час, потому что сейчас уже даже на городские грузоперевозки в 150 км в час огромный ажиотаж в Объединенных Арабских Эмиратах и в соседних странах тропического климата, потому что там мы показываем себя с очень хорошей стороны и в уже такую хорошую официальную огласку на официальном, на государственных уровнях. Ну и последняя графа ставит жирную точку. Цена за километр. Юницкий объяснил, наша задача сделать так, чтобы у населения планеты и у остальных других живых существ не было вредного транспорта и был полезный транспорт, эффективный. Это главное. Поэтому не главная задача много заработать на продаже километра дороги. Нет, нужно, чтобы их сделали как можно больше. Но Юницкий продумал вот что. Каждый адресный проект, например, Москва-Питер или Питер-Рига или Таллин-Рига, это каждый отдельный адресный проект. Так вот, доля каждого адресного проекта, 20 или 25 процентов, а может и более, будет принадлежать всем совладельцам компании, струнной технологии. То есть каждый адресный проект раз в год будет приносить прибыль каждому своему совладельцу. И то есть от всех 25 миллионов километров дорог, которые могут быть построены за 21 век, мы и наши потомства, потому что владения компаний передаются по наследству, будут получать прибыль от каждого перевезенного пассажира, от каждого перевезенного килограмма груза. А застроить планету будет очень легко. То есть мы и просто делаем, даем возможность эффективного транспорта, повышаем экологию, и тем не менее все равно в долгосрочной перспективе очень много зарабатываем тем, что сейчас просто даем возможность развиться данной технологии, дать ей плацдарм, чтобы вырасти, дать ей почву, дать ей воду и немножко своего света, тепла и любви. Вот так выглядит этот транспорт. Пассажирский, как и трассы, для разных необходимостей, для разных задач, разный транспорт. Грузовой транспорт. Тоже юнитраки, юниконты, сыпучие, жидкие, штучные грузы. Ну и, конечно, наши юниконт – это, как я говорил, одна из самых дорогостоящих инфраструктур, транспортная инфраструктура. Самая дорогостоящая – это перевозки груза. А у Анатолия Эдуардовича изобразена ситуация, как перевозить любого вида контейнера. То есть все грузоперевозки в мире мы сможем взять на себя и сделать их гораздо эффективнее, гораздо дешевле, быстрее доставлять, и все это будет снижать цены. Снижать цены, снижаются цены на затраты, снижаются цены и для потребителей. Хотим меньше платить и использовать товары? Это реально, при том еще с огромной пользой для всего мира. В 2016 году, когда я узнал об этой технологии, еще не было ни одного транспорта в железе. Я еще не видел и ни один еще не ездил. Но сейчас перед вами уже все, что вы видите, сделано в металле, в железе. Все это работает. Более того, это не просто макет. Это ездит, это сертифицируется, и некоторые уже просертифицированы. Струнная технология, о которых еще несколько лет назад можно было сомневаться, может ли вообще такое существовать, и может ли это работать, сейчас уже провезло более 7 тысяч своих единомышленников на встречах в экотехнопарке в Беларуси. Там же прошло большинство испытаний этих транспортных средств. Ну и сейчас проходят транспортные испытания и в Беларуси, по разным направлениям, и в Объединенных Арабских Эмиратах. И как только наш транспорт более-менее готов, его, конечно же, отправляли на выставки, и мы прошли более 18 международных выставок. От Новой Зеландии, Австралии, до Сингапура, через всю планету. И в Берлине, и в Беларуси, и в России, и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Индии, и в Индонезии. И в Индонезии потрясающее количество действительно качественных мероприятий на очень высоком уровне. Одно из которых, Innotrans, которые проходят раз в два года. Дамы и господа, это самая большая выставка, которую я когда-либо видел. 183 тысячи квадратных метров. 160 тысяч человек за 4 дня. Люди, которые из разных стран отправлены своими компаниями для повышения квалификации, для, так скажем, собирания нужной информации, для того, чтобы они приехали и посмотрели, и привезли самые последние инновации. Узнали о том, что сейчас передового в мире. Но, честно сказать, я обошел 4 дня, я обходил все эти выставки, и такой инновации, как у торговой марки Skyway, не было ничего. Ничего. Рядом даже стояли ребята и говорят, смотри, смотри, до того, как еще сняли кожу, экстраспорта, белорусы привезли какую-то ракету летающую. Было очень интересно посмотреть. Но потом 4 дня. Не было возможности протолкнуться. Очень много людей. Один из самых посещаемых стендов. Я нигде не видел такого количества людей. Я работал там как оператор. Снимал самые такие важные моменты. Даже если вы посмотрите на первую фотографию, соседняя швейцарская компания с транспортом, так скажем, не самым эффективным, пустует постоянно. Все 4 дня он пустовал. И все специалисты, опять же, транспортные, смотрят в нашу сторону, интересуются. Там стояло несколько разных стендов, VR-очки, виртуальная реальность, где можно было походить по станции в 1 к 20, по-моему, несколько видов транспорта, которые передвигаются, посадка, высадка. Потрясающее место. Из 3 тысяч стендов, более, 3050, мы были один из самых посещаемых. Из 25 делегаций из 18 стран у нас были все. И даже получилось попасть на канал. Я познакомился с женщиной, которая ведет трансляции для какого-то интернет-канала, которая переводится на 42 языка. И поскольку все были заняты, и никто не мог ответить, пока я договорился, чтобы она смогла с Юниским как-то поговорить и взять интервью, задала мне несколько вопросов. Я ей ответил. Она говорит, слушай, ты хорошо все знаешь. Говорит, давай я у тебя интервью возьму. И вот спустя какое-то время вышло две части интервью на этом канале о струнных транспортных системах, о элементах краудфандинга и краудинвестинга, когда люди объединяются вместе и вместе с единомышленниками создают свои предприятия, свои продукты, свои услуги без корпораций, без банков, без крупных каких-то организаций, а создают собственное с единомышленниками. Таким способом сейчас на планете развиваются тысячи проектов в год, сотни миллиардов долларов с помощью такого способа. То есть теперь люди, имея классную идею, могут взять эту идею и предложить другим людям сказать, у меня есть идея, я знаю, как это сделать, но у меня нет средств и нет ресурсов. И тогда находятся те люди, у которых есть ресурсы или средства, но нет идеи. Они соединяются вместе и создают потрясающие проекты. Можно сказать, что так же просто было примерно и в нашем проекте, но нет. Тут все гораздо глобальнее. Я изучил множество проектов и выбрал лучший, потому что я понимал, да, это здорово, я по-любому хочу какой-то развивать, потому что это классно, это передовые технологии. Самое лучшее и главное, народ это делает для народа. Не с коммерческой точки зрения создать только бизнес, а делают какое-то повышение качества жизни. Тем более здесь закрывающая технология, освобождающая человека от этой сферы. И главная задача, которую мы ведем, это сертификация. Построить этот транспорт, испытать, продемонстрировать и просертифицировать, чтобы все было, так скажем, законспектировано, что это безопасно, что это соответствует своим характеристикам. И после этого мы можем строиться. Так вот сейчас мы на 14 из 15 этапов развития. Заканчиваем 14 и остается 15. Сверхскоростной транспорт, 500 километров в час. И сейчас вы увидите лишь маленькую долю патентов. Более 80, по-моему, патентов в разных странах на разные товарные знаки, на разные ноу-хау, которые есть у Юницкого в его транспорте. Потому что мы же даже делаем не только транспортное средство и не только десяток транспортных средств или двадцаток. Делается вся инфраструктура. Делается и дороги разных видов, и станции разных видов, стрелочные переводы. То есть все детали. Абсолютно все детали. И занимаются сейчас этим огромный штат. Уже более тысячи человек. Более тысячи человек, высококлассных специалистов, находятся в разных офисах, уже в разных уголках мира. Но у нас есть несколько офисов в Минске. У самой технологии был офис в Москве. Один из офисов сейчас компания очень выгодно продала, который нам больше не нужен, продала, потому что у нас появился новый офис, где уже более 10 тысяч квадратных метров, где работают из более тысячи сотрудников уже около 700, и всего более 80 конструкторских бюро разных. То есть в разном направлении. Уже, кстати, добавили на нее нашу главную надпись Unit Sky String Technologies, и все прекрасно работает, все прекрасно развивается. То есть более тысячи человек, высококлассных специалистов, которые постоянно обучаются и повышают свою квалификацию, которые работают на передовых компьютерах с новейшими операционными системами, с новейшим софтом, то есть программами. Например, The South Systems, The South Auto Systems, это 3D-проектирование, 3D Experience, программа, в которой можно создать и здание, и транспорт, и проверить его на разные нагрузки, во времени проверить, влага, коррозия. То есть можно создать в виртуальной среде полностью, и наша компания сейчас перешла на электронный документ оборот, и с помощью 3D Experience могут одним транспортным средством, либо одним заказом, одним адресным проектом заниматься разные люди, разные специалисты из разных подразделений компании, в одно и то же время из разных уголков планеты. То есть настолько сделана разумно работа. И сейчас это считается одной из передовых компаний и систем по виртуальному проектированию. И сейчас наши специалисты из нашей компании уже выступают как эксперты. Например, в Москве была выставка, и наши SkyWaves выступали там уже как эксперты, рассказывали, делились своим опытом, как они работают, какие преимущества, что, где, то есть насколько передовое у нас все-таки производство и проектирование. Но есть и еще более интересные ситуации. На данный момент мы совладельцы трех заводов. Бывший завод YoMobile, у нас был второй завод, сейчас третий. Мы вместе с небольшим административным корпусом, да, офисным, можно сказать, зданием построили сами. Уже на своей территории построили сами. И теперь у нас три завода, которые уже более чем на малосерийное производство рассчитаны. 3D-принтеры, лазерные резки, гибкие. И некоторые аппаратура достигают стоимости в 500 тысяч долларов, в полмиллиона. И у нас он не один. То есть производство одно из самых передовых на территории Беларуси. Также мы являемся самыми, так скажем, самыми большими налогоплательщиками на данной территории. То есть компания в данный момент практически полностью сформирована. Демонстрация произошла хорошо, испытания проходят хорошо, сертификация идет и постепенно завершается. То есть компания конкретно и уверенно набирает силы, даже несмотря на то, что сейчас какие-то пандемии, которые непонятны, вроде есть смертельный вирус, от которого все умирают, но чтобы его найти, вам нужно сделать текст «Так непонятно». Очень много странных вещей. И Юницкий – один из тех руководителей, который и воспользовался всем, что происходит, во благо. Пересмотрели все, перевзвесили, перезвонили, сделали модернизацию и в производствах, и в работе с офисом и так далее. Поэтому мы работаем и поддерживаем гениального ученого и гениальную технологию, которая действительно, как мы видим, все на ваших глазах реализуется. Причем реализуется феноменально быстро. Железной дороге на это понадобилось 50 лет. То, что мы делаем за меньше, чем 10. Главная задача, чтобы сертифицировать все, все необходимо показать в железе, замерить, инспекциями, сертификацию провести. И в 2016 году мы получаем бывший танковый полигон, чтобы на нем построить трассы, запустить транспорт, сделать все необходимое и дальше начать строить. В 2019 году уже было 5 видов трасс работающих, какая-то часть сертифицирована, и мы уже катались на нескольких видах транспорта. В 2020 году, к сожалению, мы не попали на Экофест, но мы видели, как много сделано, как много сделали за прошедший год. То есть как все преображается и что все действительно хорошо работает. И сейчас, в 2021 году, мы видим, как уже и тут, в Белоруссии, и особенно в Объединенных Арабских Эмиратах, как семимильными шагами мы двигаемся в завоевании, так скажем, в завоевании интереса к данной технологии. Потому что эта технология полюбилась уже многим миллионам людей. Но представьте, если только около 500 тысяч человек поддержали данную технологию своими инвестициями более чем 200 стран и регионов мира, 500 тысяч человек, то те люди, которые просто посмотрели, подумали, да, здорово, это интересно, был бы классный такой транспорт. Но я посижу, подожду. Так вот, нас уже миллионы. А как только первые трассы покажут свою характеристику, как они справились со своими задачами, я уверен, вопросов не останется. Как сейчас, есть маленькая договоренность по очередности адресных проектов. Их более 25 тысяч, как указывала компания, на очереди. То есть, которые ждут, что просертифицируйся, и мы с вами продолжим работу. Кроме этого, до окончания даже 14 этапа у нас уже есть партнеры, которые более серьезно заинтересованы, которые видят перспективу в данной технологии и не дожидаются ее окончания, а хотят встать в эту очередь максимально первыми. Чтобы узнать больше о том, как за 2020 год преобразилась технология, потому что было сделано действительно много, и есть о чем узнать, посмотрите, пожалуйста, Экофестиваль 2020. Он проходил в онлайн-формате. Прямо так можете написать. Экофест 2020 онлайн. Полная версия 6 часов 50 минут, если не ошибаюсь. Есть конкретно нарезки на несколько видео. Например, как здесь. 5 видео. Последняя полная версия, а первых 4 – это доклады Юницкого, ответ на вопросы и доклад из Шарджа. Очень рекомендую. Будете знать, что происходит. Ну и из последних информаций сразу сюда же добавлю, насколько велик проект. Это из одного из вебинаров нашего члена правления Владимира Маслова. Зная положение стадий адресных проектов, сегодня уже можно говорить о протяженности транспортных маршрутов в пределах 850 километров. Кроме того, рассматривается подготовка к проектированию еще 200 километров трассы и 890. То есть почти 2000 километров трассы. При том, что мы еще не закончили проекты, не должны строиться. Но то, что мы уже показали, то, что мы уже сертифицировали, уже хотят покупать и строить. Понимаете, насколько серьезно? Хотя мы даже не до конца показали, что вся технология работает и так далее. Уже люди видят, опять же, ученые могут посмотреть, оценить, насколько это важные прорывные технологии. Зья. Точнее, пункт 3. Расположение проекта. Я здесь отмечаю проекты в Объединенных Арабских Эмиратах, Эстонии, Вьетнаме, Финляндии, Российской Федерации, Словакии, Кении, Нигерии. И это то, о чем в той или иной степени знает и о чем может сказать на вебинаре. То есть представляете, насколько наши успехи хороши. Ну, на самом деле, там третья строчка еще тоже достаточно интересная, но обо всем подробнее вы узнаете на вебинарах Владимира Маслова и Алексея Суходоева, которые проходят у каждого два раза в месяц. У одного две среды, у другого два четверга. Еще одна из вещей я хотел бы, чтобы для тех, кому это важно, достаньте свои телефоны и сфотографируйте. Сильные стороны проекта, слабые стороны проекта, возможности и опасности. В общем целом, все, что вы видите слева, очень сильно усилилась за последние годы. А то, что вы видите справа, некоторые пункты вообще перестали быть рискованными, некоторые отвалились за ненадобностью, мы переросли их. Некоторые еще и имеют, но, опять же, ничто в этом мире не без риска. Но в данный момент, на 14-15 этапах развития, у нас транспорт ездит, у нас транспорт заказывают, и он успешно сертифицируется. Необходимо просто и дальше двигаться вперед. Если кому-то будет необходимо, пишите, скину вам лично. Очень потрясающе все расписано, четко и понятно. Дранный транспорт уже в пути, уже ездит, уже пробует себя, уже прокатывает отдельно мотор-колеса более миллиона километров, выдерживает циклику разную. Мы понимаем, что это технологии будущего. Свободная земля, полная безопасность и экология, молниеносные скорости, разумно, в гармонии с природой. И это фотография из Белоруссии, но есть и другое направление. Это наши Объединенные Арабские Эмираты. R&D Center, Research and Development Center of Unitsky String Technology. Нам выделили землю в одном из высоких технологических мест в Объединенных Арабских Эмиратах, как Силиконовая долина в Калифорнии, где создают самые передовые технологии, какие-то продукты, услуги. То же самое. И шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах. Вообще, этот Эмират стал наследием ЮНЕСКО, культурным наследием. И там, сейчас, в этом парке, SRT I Park, находится прямо на самом фасаде наш Центр развития. Хотя там должны были быть другие компании и другие высотки, но поскольку Эмир Шарджи является ученым, защитил две докторских диссертации, они, я так понимаю, на одном языке с ЮНЕСКИМ разговаривают, понимают, насколько это важно, и он сказал, я хочу ехать по этой дороге, и чтобы у меня с одной стороны был мой, так скажем, технологический, технологическая долина, и на фасаде был этот транспорт, этот показатель будущего. А слева находится американский университет Шарджи. 50 тысяч студентов, где у нас будет собственная кафедра, где на легкой трассе можно будет просто из университета добраться в Центр развития наших струнных технологий и проходить практику. Прекрасно. И это лишь одна из побед, потому что очень быстрое сотрудничество в данном регионе. За полгода было перепроектировано и сделан целый Центр по развитию, которые, когда я первый раз увидел, думаю, придумали. Сейчас они будут строить 15 лет этот Центр и затянется весь проект. Они его уже сделали почти, хотя это было меньше двух лет назад. Уже почти сделали. Там уже все настолько работает и пышет энергией. Мы, кстати, там были. В 2019 году в мае мы делали огромное мероприятие, завершение мероприятий для самых активных лидеров всех стран. 98 человек из 18 стран собрались вместе в Дубае, прямо на Пальме, напротив Дубая Марина. Каждое утро делали зарядку и дыхательные практики для того, чтобы наполниться энергией и провести максимально этот день в обучении, как улучшить себя и работать сообща с людьми из разных менталитетов, разных стран для достижения одной главной цели. Безопасный экологический транспорт по всей планете и дальнейшее продвижение экологических технологий других по эко-миру Анатолия Эдуардовича. Ваш покорный слугалок преподавал там зарядки, йогу, дыхательные практики со своей коллегой из Санкт-Петербурга. Было очень здорово, было очень классно, особенно было классно попасть в этот центр, встретиться с Анатолием Эдуардовичем, увидеть первые опоры, промежуточные и анкерные в тропическом исполнении, потому что такого мы не видели до этого. Анатолий Эдуардович рассказал, насколько успешно в Арабских Эмиратах идут дела, потому что это сотрудники, это партнеры абсолютно другого уровня. И уже сейчас мы имеем официальное сотрудничество, действительно договоренности. В Бурж-Халифе у нас есть собственный офис. Главные лица Объединенных Арабских Эмиратов уже представляли нас на Всемирном правительственном саммите в феврале 2019 года. Трасса, 21 станция, 15 километров, в бизнес-центре мира, Дубай-Марина. И это лишь немного новостей из такого прекрасного места, как Объединенные Арабские Эмираты. Потому что там уже продвигается сертификация. Несколько соседних стран смотрят и наблюдают за тем, как двигается транспорт. И мы, это уже реальные фото, это реальная трасса, по которой ездит реальный транспорт, который уже готов везти пассажиров. И, как я слышал по новостям компаний в мае, уже будут, так скажем, принимать на прокат людей на струнных технологиях. Вот это у них будут интересные ощущения, когда ты летишь над землей в суперкапсуле. Тогда были лишь первые промежуточные опоры, но сейчас мы видим, как быстро они строятся, как много они делают. И уже очень скоро на ЭКО, на ЭКСПО 2021 мы покажем еще больше инноваций. Скорее всего, это действительно будет момент, когда мы заявим на весь мир о том, что струнные технологии существуют, работают, и они самые эффективные и долгожданные для развития человечества сейчас. Мы это увидим не просто так. Мы это видим на каждой презентации, на каждой выставке, на которой представляются характеристики нашего транспорта, на каждом сертификате, который доказывает, что эти характеристики действительно доказывают, и что Юницкий десятилетиями создавал самое уникальное. Как он сказал, этот транспорт надземный, он будет претерпевать изменения, но несущественные, потому что из всех видов технологий и логистики на 10, 12 миллиардов человек, 15 миллиардов человек это самый лучший вид транспорта. И мы видим, как те страны, в которых коррупция не такая высокая, где есть средства, то есть люди не боятся потерять что-то, люди ищут лучшее для себя и своего народа. И наша технология является таковой, лучшей для развития страны и его народа. Поэтому, дамы и господа, сегодня я вам показал немножко информации об одном из самых глобальных и самых актуальных проектов за всю историю человечества. Это больше, чем авиация, это больше, чем железнодорожный и автодорожный транспорт. Это инновационный, надземный, скоростной, безопасный, экономичный, легко интегрируемый и экологически чистый транспорт второго поколения, который полностью освободит планету, всю первую часть, весь первый уровень для флоры, фауны и человека. Сейчас мы находимся на 14-м из 15-ти этапов. Абсолютно каждый человек, по моему мнению, хотя бы один раз в жизни должен услышать о том, что есть такая технология, о том, что она есть, о том, что она развивается, о том, что в ней можно поучаствовать и ускорить ее развитие, и о том, что можно стать совладельцем данной технологии. Ведь вы видите, риски, которые были раньше, не построят, не будет ездить, что трассы будут ломаться, что не выпустят на рынок, все это пройдено. Когда-то на первом этапе говорили, что ничего не будут делать, начали делать. На третьем, что ничего не будут строить, начали строить. На пятом, что ничего не построят, построили. На шестом, что не будет ездить, начал ездить. На восьмом, что не будет катать, начали катать. На десятом, что ничего дальше не пойдет Белоруссии, пошло дальше. И в данный момент мы заканчиваем 14 этап есть такая фраза собаки лают а караван идет так вот мы идем к завершению данного проекта каждый кто узнал об этом побольше теперь с нами потому что просто изучил что мы делаем посмотрел на факты посмотрел на риски на выгоды и понял что лучше поучаствовать и помочь этому сбыться чем просто пройти мимо и оставить тот мир который я вам показывал в начале нашей презентации дамы и господа просто вы видите реальные фотографии я катался в четырех видах из этого транспорта сделал в большем количестве видел что это действительно все работает представляю как это будет двигаться находясь там как бы действительно окунаешься как будто в будущее когда мы были в белоруссии хотите ли вы такой транспорт вокруг себя чтобы вы могли гулять по улицам своего города который пеший и вокруг все цветет вы можете сорвать плод который рядом с вами он будет чистый для того чтобы у вас есть но только от пыли так скажем протереть хотите ли гулять по своему городу и не бояться что ребенка или ваши домашние животные с которым вы гуляете могут сбить может попасть под машину этого не будет потому что логику эту уберут оставить действительно безопасное строение городов безопасный транспорт и все начинается именно с транспорта у нас есть эта возможность спасибо большое тем что люди с помощью интернета объединились создавая такие проекты создавая компании вместе миллионы миллионы людей вместе создают свои детища и вот это проект о котором вы сегодня услышали один из самых крупных за всю историю человечества поэтому вы знаете о том что 5 технологический уклад это виртуальная реальность интернет и гаджеты вы знаете потому что как только появился интернет и гаджеты все настолько резко изменилось настолько технология технологическое развитие пошло вверх это те технологии которые действительно изменили мир которые сильно его поменяли тот мир в котором мы живем сейчас сделал 5 технологический уклад а это компании которые сделали этот уклад google было много информации нужно было с ней разбираться apple компьютеры alibaba покупка и продажа в интернете microsoft операционной системы программа walmart электронные кошельки оплата через интернет дистанционно ну и boeing все эти компании создали тот мир в котором мы сейчас живем они были нужны потому что нужно было в этой сфере делать что-то лучше и интереснее и что мы видим 10 долларов за 16 лет капитализировали 100 тысяч долларов это капитализация когда когда как какая-то компания стоит мало и у нее например она у нее 1000 долей компании всего и она стоит 1000 долларов она начинает работать и она становится важнее и больше пользуются она стоит уже 10000 долларов получается те же количество долей компании стоит 10000 то есть каждая доля увеличилась в 10 раз стало ценнее компания таким способом 10 долларов увеличились 100 тысяч долларов компания apple за 38 лет 8 долларов 550 тысяч долларов это историческая статистика вы можете это проверить я сначала не верил думал как это вообще возможно а потом начал проверять смотреть как как растут компании которые действительно у них есть чему развиваться либо alibaba 100 долларов миллион семьсот восемьдесят две тысячи представьте какая капитализация но эти все отрасли меркнут по сравнению с транс транспортной отраслью транспортная инфраструктура самая дорогостоящая самая большая и прибыли от нее больше всего задайте себе два вопроса пожалуйста если бы вы знали чтобы произойдет с этими компаниями хотели бы хотя бы один доллар оставить на что-то не потратить что хотели раньше за доллар было моим нужно можно много чего купить оставить его и инвестировать когда подобную компанию как сейчас мы кредитую нашу компанию по договору конвертируемого займа хотели бы вы иметь хотя бы кусочек и сейчас иметь так много каждый год получать дивиденды либо продать свою часть компании за очень много так вот представьте сейчас вы стоите на пороге подобные компании которые больше чем все предыдущие вместе взятые эта компания которая изменит 21 века ход истории человечества вы видите что еще пять лет назад были чертежи сейчас вы видите все в железе и это далеко не конец это лишь первый проект который поддержали уже около 500 тысяч человек далее пойдут остальные технологии юницкого которые приведут нас к абсолютно другим высотам но пока пожалуйста каждый по моему мнению каждый если вам сходится эта мысль вместе со мной пожалуйста поделитесь информацией покажите хотя бы что-то данном проекте покажите какая закрывающая экологическая технология создается прямо сейчас прямо у нас под носом прямо собственными руками обычных людей народом для народа и я уверен что многие люди в будущем скажет вам спасибо просто за информацию за то что они понимали и знали больше чем другие для тех кто хочет пригласить и послушать эту презентацию либо презентацию моего коллеги владислава волкова он инженер и давно достаточно давно знаком с юницким работать с ним бок о бок и когда-то работали с жаком фреско например проект венера о котором вы я уверен знаете то есть очень интересно излагает информацию действительно как и я старается донести до людей насколько это важно приходите фотографируйте пожалуйста приходите на презентации в 7 и в 12 вторник и среда с удовольствием расскажем вам что же нового происходит данной технологии и вкратце объясним то что годами изучается я уже четыре года в проекте и все продолжаю изучать потому что нет ни конца не края светлым и гениальным мыслим нашего анатолия эдуардовича потому что мы построим транспорт и будем продвигать экологические дома которые сами себя обеспечивают могут быть не от кого не зависящие с озеленяемыми крышами со своими садами так скажем как снаружи так и внутри это линейные города и эко поселения здание также полностью безопасно экологически чистые поселение города в которой вы можете добраться из любой точки в любую точку либо с одной пересадки либо без пересадок вообще года города в котором вы ходите удобно у пешие кластеры сделаны ходите в чистоте в полной экологии в полной безопасности когда ты живешь в городе и можешь выращивать свои ягоды свои фрукты овощи и прямо в городе живя питаться ими понимая что они чистые и ты становишься здоровее и проживешь дольше это все становится возможным когда транспорт заполонит нашу планету транснет проложит миллионы километров дорог развяжет железнодорожные пути и автотранспорт и мы будем передвигаться к следующим технологиям которые позволят нам вынести вредоносную техногенную сферу на орбиту земли оставив на планете только экологические технологии а всю вредоносную работу вынести в космос где нету понятия экологии в ближний космос где-то на 300 400 километров от поверхности планеты и с помощью экологических технологий с помощью эко мира анатолия эдуардовича юницкого о котором вы можете узнать на сайте юницкий . инженер вы мы сможем стать действительно воистину космической цивилизации используя весь простор и все ресурсы космоса но для этого для начала нам необходимо закончить струнные транспортные системы завершить чтобы они спокойно могли строиться по всей планете пятнадцатый этап риски судите сами потому что вы видели хотя это считается высокорискованный венчурный проект но как много мы сделали за пять за шесть лет огромное количество очень быстро по сравнению с другими видами транспорта в конце после презентации я вам поставлю одно видео чтобы вы смогли сравнить насколько это быстро и дамы и господа выгоды еще очень высокий и будут высокие даже после завершения но сейчас сотни раз пользы для вас для вашей семьи для всего мира и для всего живого спасибо большое за ваше внимание спасибо что были со мной спасибо что интересуетесь миром и хотите его улучшить хотите его изменить за то что верите в себя и понимаете что каждый человек сейчас важен каждое мнение важно и каждая минута энергии которые мы с любовью во что-то вкладываем действительно меняет наш окружающий мир с вами была компания sky world community и я артем курбанов до встречи завтра в 12 а сейчас как я и обещал интересное видео которое доказывает насколько же быстро развивается данная компания потому что это действительно очень быстро будьте здоровы всего вам доброго желаю вам океана улыбок как от своих людей как от других людей так и своих собственных до свидания ни для кого не секрет что машинокомплекта это кузов двигатель трансмиссии отделка и так далее стоит на уровне производства порядка 10-15 процентов от цены автомобиля чтобы его собрать покрасить и обкатать нужно еще 5-10 процентов то есть действительно производство машины занимает всего лишь 20 процентов от ее общей цены стоимость научных исследований разработок тоже примерно 20 процентов например разработка абсолютно новой легковой модели от эскиза до серийного автомобиля стоит сегодня миллиард долларов если это внедорожник 2 миллиарда действительно это огромные деньги и титанический труд множества специалистов потом начинаются инженерные проекты и предсерийные образцы продувка в аэродинамической трубе скоростные испытания и так далее ведь уровень конкуренции в автомобильной индустрии чрезвычайно высок и если вы отстали технологически вы потеряли свой рынок если кузов и салон не привлекательный то такой автомобиль не будут покупать как известно красота страшная сила поэтому существует целая индустрия на которую тратится миллиарды долларов и название таких признанных во всем мире дизайнерских ателье как пенинфорина за гато итал дизайн бертон и сладкой музыкой звучат не только для ушей автолюбителя но и любого образованного современного человека транспорт будущего представляет для разработчиков дополнительные возможности в области дизайна а также ставит перед ними новые нестандартные задачи сегодня подобное происходит в области создания пассажирских дронов систем персонального автоматического транспорта поездов перемещающихся в вакуумной трубе и струнного транспорта skyway в котором изменение подхода к организации пространства определяющий момент разумеется что основные критерии в дизайне skyway те же что и у создателей традиционных транспортных средств удобство его эксплуатации обслуживания а также эстетика он должен сообщать потребителю о философии миссии сопровождающих технологию таких как например содействие в обеспечении устойчивого развития что означает сведение к минимуму затрат энергии и объема производимых транспортом загрязнений помимо этого важно подчеркнуть дружелюбие и максимальную безопасность предлагаемой транспортной услуги этими требованиями продиктована форма образования и графическая составляющая при разработке подвижного состава избранный вектор максимальное приближение форум к естественно природным машины skyway в очертаниях стремятся даже превзойти с считающейся совершенной форму капли создавая дизайн от идеи эскиза до действующей модели разработчики проходят путь поиска проработки на всех стадиях создания объекта затем отсекается все лишнее сглаживаются шероховатости достигается отточенность благодаря этому машина становится близка к эстетическому и физическому совершенству что подтверждается высокими аэродинамическими показателями в 16 раз лучше чем у одного из самых дорогих автомобилей мира Bugatti Veyron Далее для максимально быстрого создания и вывода продукта на рынок специалисты используют средства ранней валидации путем создания макетов чтобы исключить потери ресурсов при последующей доработке а материалы отделки тщательно отбираются для обеспечения безопасности пассажиров и достижения максимальной привлекательности транспортной услуги амбиции разработчиков состоят в том чтобы сделать струны транспорт SkyWay наиболее эффективным и экологически безвредным из всех когда-либо существовавших подобная цель задает высокие требования и в области дизайна так как по меткому выражению авиаконструктора Туполева хорошо летают только красивые самолеты амбиции что